Биография норвежской принцессы начинается с королевской родословной. Родившись 22 сентября 1971 года в Осло, Марта Луиза стала первенцем и единственной дочерью крон-принца Харальда, впоследствии короля Харальда V и его супруги Сони. Ее отец, сын короля Улафа V, мать, первая простолюдинка на престоле Норвегии, девочку назвали в честь бабушки, шведской принцессы и внучки короля Оскара II. Второе имя Луиза, носила ее прабабушка, представительница шведской королевской семьи и супруга короля Дании Фредерика VIII, когда Марте Луизе было неполных два года, родился ее младший брат Хокон. Первые 19 лет жизни она не рассматривалась в качестве претендентки на престол. Согласно Конституции Норвегии, корона передавалась исключительно по мужской линии. После внесения поправок в главный закон страны в 1990 году Марта стала второй в очереди на трон, но со временем ее опередил не только младший брат, но и его дети. Детские годы принцессы прошли в усадьбе с Каугом близ Осла. Родители воспитывали наследников в строгости и не баловали, поэтому брат с сестрой посещали местный детский сад и муниципальную школу. У аристократической особы рано обнаружились творческие способности, она играла на флейте, пела в хоре и танцевала. Между тем королевская жизнь ее не прельщала и даже тяготила. Многие дети мечтают быть принцессами, чтобы их родители были королями, а я мечтала об обратном, о нормальных родителях, призналась впоследствии принцесса. С детства принцесса понимала, что роль будущего короля Норвегии возложена на ее брата, поэтому искала иной способ самореализации. В молодости она поступила в Оксфордский университет, где изучала английскую литературу, но та ей быстро наскучила. Вернувшись на родину, Марта решила связать жизнь с медициной и поступила в университетский колледж Осла, из которого выпустилась в 1971 году дипломированным физиотерапевтом. Впоследствии жизненные приоритеты своенравной принцессы снова изменились. В медицине она предпочла культурно-просветительскую деятельность и занялась распространением норвежских сказок. Марта Луиза лично посетила студию «Звукозаписи», где озвучила народные сказания. Этот проект имел огромный успех у аудитории. Помимо этого, принцесса и сама писала сказки, поскольку с детства отличалась богатой фантазией. В 2004 году увидела свет ее книга про принца, а двумя годами ранее она вместе с супругом Ари Беном выпустила сборник историй об их добрачной жизни. Королевская особа приложила руку к созданию детской образовательной платформы «Астарта Эдьюкейшн». В отличие от стандартных общеобразовательных школ, проект был направлен на развитие навыков общения с ангелами. Выбор тематики был не случайным, Марта утверждала, что с ранних лет взаимодействовала с божественными сущностями и даже умела предвидеть будущее. Неудивительно, что на монаршую особу сразу же посыпался шквал критики. Как норвежские, так международные издания писали в ее адрес неприятные комментарии, но принцесса стойко с ними справилась. Когда страсти улеглись, Марта Луиза выпустила ряд книг о своих паранормальных способностях «Знакомьтесь, ваш ангел-хранитель, секреты ангелов и духовный пароль». Марта Луиза не торопилась устраивать личную жизнь, отвергая одного ухажера за другим. Казалось, что никому не удастся растопить сердце своей нравной красавицы, но все изменило встречи с норвежским писателем и сценаристом Арии Беном. Ее высочество нисколько не смущало, что избранник не был принцем. Между ними сразу возникла связь, поэтому ради любимого принцесса отказалась от королевских привилегий. В 2001 году писатель сделал ей предложение руки и сердца, а весной следующего года влюбленные поженились в Тронхеме. В браке родились трое детей, дочери Мот Ангелика, Леа Айседора и Эмма Тавула. Казалось, что семейное счастье ничто не могло разрушить, супруги были неразлучны, вместе занимались творчеством. Печальные новости о расставании пары после 14 лет совместной жизни прозвучали как гром среди ясного неба. В 2016 году начался бракоразводный процесс. По условиям соглашения экс-супруги разделили опеку над тремя детьми. Официальный развод пары в 2017 году стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. А спустя два года произошло горе, бывший муж принцессы покончил с собой в Рождество. В 2019 году Марта Луиза официально представила нового избранника, гражданина США Дурика Верета. Как именно пара познакомилась, неизвестно, но их совместные фото стали достоянием общественности еще осенью 2018-го. Этот союз стал объектом критики в первую очередь потому, что возлюбленный принцессы оказался шаманом. При этом, по данным СМИ, клиентами Верета были многие голливудские знаменитости, в том числе Нина Добрев и Гвинет Пелтроу. Особое внимание журналистов также привлекли совместные семинары монаршей особой и ее избранника. Они получили название принцессы и шаман, и Марту Луизу осудили за использование королевского титула в коммерческих целях. В июне 2022 года пара объявила о помолвке, при этом королевская семья одобрила выборную В июне 2022 году, почитавших знаметних стран и лишних странах д